Россия сотрудничает с Азербайджаном по многим направлениям в военной сфере. Россия – главный партнер. И вот доказательства. Стокгольмский институт исследований и проблем мира опубликовал ежегодный отчет по экспорту вооружений. Согласно докладу по объему импорта вооружений за 2014-2018 годы, Азербайджан занял 23 место в мире. Отмечается, что за указанный период основными поставщиками оружия в Азербайджан стали Россия 51%, Израиль 43% и Турция 2,8%. Азербайджан располагает различными модификациями российского оружия, в том числе и зенитно-ракетным комплексом С-300. А Турция, как известно, подписала контракт на закупку России С-400. И вот стало известно, что военнослужащие вооруженных сил Турции перед приобретением российско-зенитных ракетных комплексов С-400 планируют пройти соответствующий курс на примере С-300 в Азербайджане. Азербайджан в очередной раз протягивает руку помощи своим турецким партнерам и является связующим звеном между Россией и Турцией. И еще одна важная деталь. В тройке лидеров отсутствуют американцы, лидеры по продаже оружия в мире. Почему Азербайджан, Америки предпочитают Россию? Ответ прост. Влияние оказывает исторические связи еще с советских времен. Но главное желание Азербайджана сотрудничать с Россией. Это сотрудничество на ближайшие десятилетия. Закупленная продукция нуждается в обслуживании, модернизации и ремонте. Посмотреть в деле военную мощь Азербайджана можно было в ходе широкомасштабных военных учений, стартовавших 11 марта. 10 тысяч человек, 500 единиц танков и бронетехники, 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской фронтовой авиации различного назначения. Особое внимание было приковано к реактивным системам залпового огня «Полонез», которые в Азербайджан поставляет Белоруссия. Во время учений ракетные подразделения были подняты по тревоге и выполнили задания по нанесению ракетных ударов по целям условного противника. По итогам учения министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Войска успешно завершили широкомасштабные боевые операции.